Привет! Сегодня мы с вами поговорим о том, как провести правильный и, самое главное, прибыльный конкурс во ВКонтакте. Поехали! Итак, друзья, сегодня я буду показывать варианты конкурсов, которые мы когда-то и там в том числе и сейчас проводили для нашего сообщества. Экипировка для карате Кёк Шинкай. Это один из моих магазинов. Что надо понимать? Ребята, во-первых, надо понять самое главное две самые простые вещи. Первое, это конкурс репостов не работает, но про это потом поговорим. Второе, это точка входа в воронку. То есть, для чего нам нужны конкурсы? Очень многие мои конкуренты, очень многие ребята, которые занимаются SMM, они проводят конкурсы просто для чего-то. То есть, они проводят конкурс, такое ощущение, чтобы просто раздать кому-то, подарить подарки. Это неправильно, ребята. Это вообще неправильно, потому что основная цель, основная задача, когда мы проводим конкурс, это улучшить вход в воронку. То есть, у нас есть какая-то воронка продаж. И вот вход в эту воронку, это наш тот самый конкурс. Соответственно, мы, благодаря конкурсу, упрощаем вход в воронку. Мы его удешевляем. Да, мы тратимся на продвижение конкурса. Про это тоже поговорим. Да, мы тратимся на призы. Но благодаря вот этим призам, мы приводим человека в воронку не за 300 рублей, а, допустим, за 30 рублей. Потому что есть какой-то приз. И да, они все будут покупать. Но самое важное, что каждый конкурс для нас должен быть выгодным. Что значит выгодный? Выгодный он может быть с разных сторон. Самое главное, конечно, заработать на этом денег. Правда? И я вам сегодня про это расскажу. Но второй момент, это собрать нашу целевую аудиторию. И исходя из этого, у нас возникает следующий вопрос. А что мы будем там разыгрывать? Мой вам совет. Если вы делаете розыгрыши у себя в сообществе, вы должны разыгрывать собственные товары и собственные услуги. Никаких нельзя разыгрывать денег. Можно, конечно, разыгрывать айфон. И про это мы тоже сегодня с вами поговорим. Кстати, это очень хорошая мысль, которую прямо сейчас надо себе записать. Итак, что мы будем разыгрывать? Допустим, если мы возьмем магазин экипировки для каратэ Кёкушинкай. Ну, не каждый из вас даже знает, что такое экипировка каратэ Кёкушинкай. Если я буду просто за репост разыгрывать айфон, вы бы подписались? Да, вы бы подписались. Вы мне нужны как аудитория? Ну, конечно, нужны. Но в магазине экипировки для Кёкушинкай вы не нужны. Если я буду разыгрывать кимоно Кёкушинкай, вам оно надо? Если вы не занимаетесь? Нет, вам оно не надо. И в таком конкурсе вы не будете участвовать. Поэтому мы должны разыгрывать тот самый приз, тот самый подарок, который по сути своей приведет нужную целевую аудиторию. То есть, по сути своей, если взять лестницу Ханта, где-нибудь она сейчас здесь возникнет, у нас есть те люди, которые хотят кимоно, но пока не хотят его покупать. У нас есть те люди, которые хотят чугунный казан, но не хотят его покупать. И благодаря нашей воронке мы собираем тех людей, кто хочет этот товар, благодаря дальнейшей контент-стратегии мы его прогреваем и делаем так, что он его захотел в том числе покупать. Ну, а теперь поехали к нашим главным механикам. Итак, самое первое. Я уже проговорился о том, что конкурсы репостов не работают. Почему они не работают? На самом деле все очень просто. Раньше использовали механику вот это «подпиши, сделай репост». Для чего? Для того, что раньше была хронологическая лента во ВКонтакте. И те люди, которые делали репост, ну, у них на странице появлялся ваш пост. И он показывался его друзьям. Теперь такое не работает. То есть вы могли заметить, что если вы сделаете репост себе в группу, он не собирает охватов от слова совсем. Именно поэтому конкурсы репостов мы вычеркиваем. Вариант второй. И вот перед вами хороший пример. Казалось бы, дарим кимоно за подписку. Все это здорово, конечно, и классно, но что за подписка, ребята? А это подписка на рассылку. То есть, в частности, здесь это приложение Sendler. То есть это может быть подписка на рассылку, подписка на чат-бота. В чем главный прикол? В том, что вы дальше можете с ними взаимодействовать. То есть вы начинаете взаимодействовать с этими людьми благодаря отправке им сообщений. Ну, то есть мы поняли про лестницу Ханта. У нас появился человек, который хочет кимоно, но пока не хочет покупать. Но он есть в вашей рассыльной базе. И он начинает получать тот самый контент, который его подведет к покупке. Тут у нас участников было достаточно много. Мы видим здесь 107 тысяч охвата. Ничего себе, правда? И получается, что людей-то много. Но давайте будем честны. Из 107 тысяч охвата мы там получили полторы, там две тысячи, наверное, участников. Всего три кимоно. То есть остальные люди хотели кимоно, но не хотели покупать. Поэтому вот эта история с подпиской на рассылку, она 100% работает. То есть не надо просить даже сделать репост. Да, это старая запись 20-го года. Я просто походу вот все понаоткрывал. Но подписывать на рассылку 100% стоит. Подписывать на чат-бота 100% стоит. И дальше с ними выстраивать воронку коммуникации и потом продажи. Погнали дальше. Итак, третий вариант нашего конкурса. Это так называемые UGC конкурсы. Что такое UGC? Это User Generated или Generated Content. Это тот самый контент, который будут публиковать ваши потенциальные подписчики или ваши потенциальные покупатели. С одной стороны, надо сразу понять, что это не принесет вам результата в продажах здесь и сейчас. Правда? Но с другой стороны, вы получите очень много контента. Ну то есть, допустим, вот прямо сейчас перед вами вариант фото конкурса. То есть, люди присылают фото, возможно, в вашей экипировке, возможно, не в вашей экипировке, просто они, допустим, каратисты, и публикуют это в какой-то альбом. Что мы получаем? Ну, во-первых, мы получаем огромное количество фото. И отчасти это помогает нашей группе дальше развиваться. Потому что эти люди, они занимаются каратэ. Это наша целевая аудитория. И мы их всех можем собирать при помощи рекламы. То есть, еще раз, наша задача всегда это получать подписную базу. Вот эти люди занимаются каратэ, они подписываются, и в дальнейшем они будут у нас покупать. Понятное дело, не все. Но это воронка работы. Точно так же мы можем делать немножечко другой UGC контент. Допустим, мы можем просить оставлять отзывы. То есть, мы сделаем конкурс среди тех людей, кто купил. Те люди, которые купили, они оставляют отзывы, тем самым вы получаете отзывы, которые вы публикуете там на Яндекс.Картах. Ну, вернее, они могут публиковать на Яндекс.Картах. Они это публикуют у вас во ВКонтакте, вы запускаете это в рекламу. Потенциальные покупатели заходят, читают, понимают, что вау, это достаточно крутой магазин. Потому что отзывов много. А отзывы, это один из решающих факторов, когда человек выбирает между двумя магазинами. Мы получаем очень много фотоконтента, очень много отзывов. Но дальнейшая история, как происходит, мы просим этих людей голосовать. Понимаете? То есть, вот, допустим, самый простой пример. Мы говорим, вот наши финалисты. Ну, то есть, у нас долгая была история, мы проводили голосование, и вот наши финалисты. Понимаете, да? Что происходит? Ну, допустим, в нашем случае, ребенок, если он каратист, он не тренируется один. Он тренируется с группой. Он просит своих друзей, он просит своих соучастников. Тренер просит проголосовать, потому что большой интернет-магазин проводит, российский конкурс. Они заходят и голосуют. А мы учитываем голоса только подписчиков. То есть, именно на этом самом этапе мы собираем подписчиков, которые в дальнейшем, при помощи вашего контента, узнают о том, что вы продаете, как вы продаете. И получаются новые лояльные покупатели. Более того, это можно усовершенствовать. В пример, вот я открыл вот этот самый конкурс, сейчас я вам его открою. Я буду сфотографироваться возле елки. Да, то есть, просто какой-то новогодний контент, который добавят вам в группу. Но это еще не все. Потому что мы можем просить людей делать немножечко оффлайн-контента. Что это значит? Мы когда-то открывали магазин, вот в 19-м году мы открывали магазин в Москве. Мы открыли магазин, и нам надо, чтобы люди к нам приходили. Нам надо им показать этот магазин. Соответственно, мы делаем следующее. Мы говорим, приходите в магазин, фоткаетесь в магазине, выставляете у себя с нашим хэштегом фото. И на него-то подписаны его друзья, кто занимается, понимаете? А им же интересно то же самое. И мы получаем количество клиентов, которые узнала, где наш магазин. Которая доехала до нашего магазина. Которая рассказала о нас в социальных сетях. Понимаете? Мы получаем качественный контент. Мы получаем социальное доказательство того, что люди к нам ходят, у нас покупают. И получаем новых подписчиков благодаря тому, что люди размещают информацию о себе у себя же на странице. А мы с вами идем дальше. Итак, теперь мы с вами поговорим про то, как разыгрывать айфон. Вы скажете, блин, Паша, подожди. Ты же говорил, что айфоны нельзя разыгрывать. И да, и нет. Потому что я прямо сейчас зайду и попробую найти тот самый конкурс, когда мы разыгрывали айфон. И вы знаете, мы считали эффективность этого конкурса. Ну, потому что мы, в принципе, считаем все. Да, то есть мы, ну, стараемся, ладно, стараемся считать все. То есть мы разыгрывали айфон. Казалось бы, при чем здесь айфон? Айфон, и при чем здесь история с тем, ну, когда мы продаем экипировку. Вот смотрите, раз, супер акция. У нас Артем из города Краснодар выиграл шестой айфон. Вау, да? Шестой айфон, но это был семнадцатый год. Извините, пожалуйста. Семнадцатый год. Это, кстати, к слову о том, сколько лет нашему интернет-магазину. Как мы разыгрывали? Смотрите, вот здесь, если мы откроем, мы увидим купон. Видите? Купон под номером 43. Мы делали следующее. Мы разыгрывали среди покупателей айфон. Ну, то есть, смотрите, за каждые три тысячи в заказе мы давали один купон. То есть, если человек заказывает на 3500, один купон. На 6, два купона. На 9, три купона. Если вы тренера покупаете оптом, у вас очень много шансов. Правда? И получается история в том, что вот есть два магазина. Наш и не наш. Цены одинаковые. Отзывы одинаковые. Но тут у тебя есть шанс выиграть айфон. Но только купить. Понимаете? С одной стороны, какая разница, где покупать. Везде все плюс-минус одно и то же. Но здесь есть шанс выиграть айфон. И это действительно сработало. Потому что в дальнейшем мы провели исследование. И мы поняли, что в тот момент, когда... Ну, то есть, здесь же простая математика у вас в голове должна работать. Смотрите. Мы разыгрываем айфон среди покупателей. Айфон стоит денег. Сейчас айфон стоит много денег. Особенно, если давать 15-й про. Да? Мы просто должны посчитать. Окей, айфон стоит, ну, допустим, 100 тысяч рублей. Что нам эффективнее? Айфон разыграть. Или 100 тысяч вложить в рекламу дополнительно. Понятное дело, что если ваш рекламный бюджет там 20 тысяч рублей, розыгрыш айфона вам не поможет. Но если ваш рекламный бюджет 500 тысяч рублей, то вот здесь, вот эти 100 тысяч сверху, гораздо возможно будет лучше вложить в хороший интересный приз. Благодаря которому эффективность вот этих 500 тысяч будет больше, нежели 600 тысяч. Но все это, конечно, надо считать. Ну, как бы, пока не проведешь, не попробуешь. Но мы это делали, и у нас это работало. А мы погнали дальше к самому классному, шикарнейшему кейсу. Итак, ребята, теперь я вам расскажу про тот самый кейс, который он проходил у меня в разных магазинах. Это просто шикарнейший конкурс, который регулярно, регулярно нам приносил деньги. Ну, давайте посмотрим. Ну, во-первых, очень классный заголовок. Разыгрываем 100 призов. Вау, да? На такое хочется подписаться. Почему? Потому что шансов выиграть, ну, прямо скажем, достаточно много. То есть, 100 призов, у вас тут много участников, ну, 100 призов. Это, кстати, такая есть теория, да, я не помню, как она называется, но очень много в книжках про это пишут. Типа, что бы вы выбрали, шанс 1 из 10 или шанс 8 из 100? Многие выбирают 8 из 100. Хотя 1 из 10, типа, лучше, правда же? Если посчитать. Что мы делаем? Мы запускаем розыгрыш. Но из 100 призов, смотрите, первое, это один пояс, 3 кимоно, 2 сумки, 2 пары перчаток, а все остальные 90 призов. Это скидка, купон на скидку, купон на покупку, бесплатная доставка, то есть, все, что угодно мы включаем туда, понимаете? И люди покупают. Они же выиграли купон на 30%, но в 90% призов заложена наша чистая прибыль. То есть, эти люди делают покупки. Да, не все, но, как показывает практика, у меня был кейс, с которым я не раз выступал на конференциях, у нас окупаемость этого конкурса была 500%. То есть, 100 тысяч сложили, 500 тысяч заработали. Вау, классно, правда? Как работает данный пост и почему он очень классный? Смотрите, я вам пока не расскажу механику, но покажу главную штуку. Если мы сейчас откроем статистику записи, мы увидим очень интересную штуку, что охват был 71 тысяча. 5 тысяч увидело подписчиков, 41 тысяча это были рекламные показы, но 29,5 тысяч это были виральные охваты. Виральные значит бесплатные, значит из ленты рекомендаций. Значит, мы благодаря этой самой конкурсной механике сэкономили 50% практически бюджета. То есть, мы попадали в рекомендации, люди заходили, подписывались, да, и так далее, и так далее. Почему это работает? Почему это дает виралку, а репосты не дают виралку? На самом деле, все очень просто. Люди писали ключевое слово, это у нас осу, и у них срабатывал бот, который говорил, в этот раз не повезло, в этот раз не повезло, не повезло, не повезло, а кому-то повезло, и он получал приз. То есть, такой формат рулетки, понимаете? Более того, мы можем сами настраивать количество призов, чистоту их выдачи. То есть, понятно, что если у вас небольшой рекламный бюджет, или у вас мало аудитории, не имеет смысл делать, выдавать каждому тысячному. Ну нет, да, можно почаще выдавать. Это делается автоматически при помощи бота. И более того, этот бот, он в том числе просит людей подписаться, потому что не подписчики не могут участвовать. Он их возвращает в игру, он их просит подписаться на рассылку, и делает это автоматически. И это работает просто шикарно. И этот бот называется ActiveBot. То есть, у них очень много конкурсных механик. То есть, если мы сейчас с вами откроем конкурсы, мы увидим, да, там ту самую рулетку, которая работает. Но есть очень много всего. Угадай приз, морской бой и так далее, и так далее. Это платный сервис. Но поверьте, стоимость этого сервиса не будет никакой партнерской. Даже ссылку на него не укажем, сами найдете. Он 100% себя окупает. Поэтому, друзья, проводите конкурсы правильно, а самое главное, выгодно. Пока.